И все-таки для меня эта штука принципиальная. Не считаете ли вы, что все это зря, ведь жизнь положили бы на то, чтобы дать возможность, допустим, мне сказать с экрана некие слова о себе, о истории, о стране, о государстве, о чем угодно? И вот вы только что сказали, прошло уже достаточно времени, что все возвращается на круги своя. Так что же, впереди у нас, условно говоря, 37-й год, а потом 20-й съезд и так далее, так далее? Нет, ну, во-первых, жизнь положил, это слишком звучит торжественно, а потом мне кажется, что я ее и не положил, я надеюсь, что она еще продолжится. Нет, вы знаете, я, в общем, по природе оптимист, и у меня, правда, были такие полосы пессимизма, когда, ну, я боюсь, что какие-то банальные, какие-то неистинные соображения высказывать. Я думаю, что, конечно, что-то мы сделали не так, да я даже знаю, это долго говорить, но, тем не менее, я, ваше опасение, или это просто провокационное опасение, не разделяю, я не думаю, что будет ответственность. Уж очень мы, так сказать, научены горьким опытом, я не думаю. Конечно, страшно то, что рухнула большая держава, я не разделяю мнение тех, которые считали, что вот эти вот независимости, они идут на пользу, потому что дело в том, что, понимаете, конечно, оставив в сторону понятие империи, оно тоже требует осмысления. Империя – это не значит обязательно самодержавная власть, которая всех подавляет. Тут другое, но вот некое, как бы, многоликое объединение разных национальностей, где нету столкновений по национальным признакам, где все как бы какой-то объединены общей идеей. Я не говорю идеи, там, светлое будущее, но вот в американстве уживается очень много разных национальностей, в них есть свои, как бы так сказать, свои, никого не будущее, могу сказать. Но, во всяком случае, те по разным признакам, где они расселены. Ну, там есть, когда-нибудь итальянские какие-то сферы, французские и так далее. Ну, в общем, уживается, и нет там никакого антагонизма. Пускай Америка по-другому, по-другим способам образовывалась, она будет молодая. Но, так сказать, там не было никогда, что говорить, верховной, там, олигархи, анархической. Они как бы все были равны, все были достаточно предприимчивы и авантюрны. И, так сказать, вот это все перебродило и стало, появилась такая могучая нация, не в понятии национальности, так сказать, национальности нация, это, естественно, разные вещи. Нация, ну, со своими плюсами, со своими минусами, с твоими, ну, сейчас распространяться. Вспомню, как они и в другом поле. Я просто думаю, что у нас здесь идет какой-то период брожения, и я надеюсь, что он все-таки завершится, ну, в некоторой выработке какого-то нового общества, которое впитает традиции национальные, ну, и не только России, но и других составных нашего, так сказать, большого государства СССР. И не вернется ко многому того, что было, к чему-то вернется. Точно так же, как мы отбросили все, что было связано с Россией, периодом царей, а потом стали вдруг так усиленно вспоминать об этом и тоже с перебором. Ну, что делать с перебором? Если мы возвращаемся к религии с перебором, то есть одно время невозможно было телевизор включать. Только интервью со священниками, и одни, понимаете, службы, и все держат свечки, так сказать. Ну, короче говоря, мы, конечно, люди крайностей. Главное, что... Конечно, так сказать, кровь, которая пролилась, это ужасно. Где бы она ни пролилась, на окраинах, то есть не на окраинах, но в республиках, в областях, в национальных, в каких-то землях, в Москве. Я думаю, и этот спор между президентом и Верховным Советом, между, так сказать, демократическими воззрениями, и, там, каталитарными, или каком угодно. Да и вообще все, понятно, даже, что такое демократия. Слова очень часто защищаются терминологией, словами. Вот, не знаю, я надеюсь, что, в общем, победит какая-то высшая даже гравственность, которая есть уважением к человеческой личности. А эти люди, которые, там, я не знаю, наворовали, или накомбинировали, или оказались предприимчивыми, может быть, разбогатев, поймут, что они должны служить своей Родине, как служили людей русские, просвещенные капиталисты, которые, я же, я думаю, стояли у начала, у истоков многих культурных началов, верно? Я думаю, что все это будет. Я просто уверен, что мы вспомним и повторяем все лучшее, что было до революции. Возьмем и то лучшее, что все-таки было и в этот период, потому что сколько мы сумели построить, какая наука была, о чем говорить, какая искусство. Я не говорю, какие-то, что-то, великие просто художники в это время жили в нашей стране, так ли, какие артисты, какой театр, о чем это такое. И я думаю, что нам пора, самое худшее, это сводить счет из прошлого, причем так, знаете, сводить его. Это нам всегда, это всегда нам мешало. Вообще нам не хватает, сказал так, исторического взгляда на самих себя. Не понимаете? Ну давайте сегодня говорить о Петре, у которого есть и свет, и тень. Говорить о Петре Великом только вспоминая, так, что он даже самолично рубил головы и больше ни о чем не говорите. И так далее. Знаете, вообще трудно, конечно, быть объективным. Понятно, что многие, скажем, бескомпромиссные, так сказать, на первый взгляд, бескомпромиссные, честные позиции, они и продиктованы, и личными соображениями, желаниями самоутвердиться. Все понятно, я все понимаю. Это все. И даже в том же союзе кинематографистов, как разваливался вначале, то есть так называемый революционный съезд, ну да, он как бы был революционный, но он, так сказать, отбросил многих людей, которые честно работали в союзе, и посеял там какой-то, так сказать, какой-то период, в общем, и неприятие друг друга, вражду. Сейчас, может быть, мы из этого выберемся, пытаемся выбрать, собственно, это очень трудно. Вообще трудно. Вы принимаете ту власть, которая сейчас у нас душой? Власть в союзе или? Нет, я имею в виду страну, конечно. Володя, мне трудно вам тут сказать, потому что, вы знаете, вообще власть никогда не принимала, все равно это бы пошло. Даже в малом масштабе, я очень не любил служить в власти, и, значит, в малом масштабе, скажем, наши киноначальники, я никогда не ходил ничего просить у них. И вот надо мной посмеивается, говорю, ну, так долго работает. Недолго работал, я делал большие перерывы, потому что, если меня оскорбляли, если мне, скажем так, приходилось просить и доказывать, то я, значит, после какой-либо встречи и разговора, я уходил и пытался оттянуть подольше, чтобы снова не встречаться и не получать дозу отрицательных эмоций. Я думаю, что... Не могу вам ничего сказать, потому что я говорю, ведь обо всем судят по результатам. Вы понимаете, мне кажется, что и время Горбачева, и сегодняшнее время, оно и тогда имело и плюсы, и минусы. Понимаете, постепенность. Может, меня за это осудят, и кто-то скажет, что постепенность – это значит ничего не сделать, что если постепенно, то не дадут. Неверно, так сказать. Я, скажем, против цензуры, но когда, так сказать, была объявлена гласность без границы, когда наши прилавки заполнились черт знает какой, так сказать, литературный и висели эти самые всевозможные плакаты, где, так сказать, сисястые, так сказать, и сякстые, так сказать, и обнаженные, и все это, и что это такое? И это правда, я не знаю, у меня там я был уже пару лет, там в этом месте, но прохожу, помогу, года два назад, мимо гостиницы «Белград» стоит киоски, там вот эти муляжные члены выставлены. Как это так? Я повторяю, это, так сказать, нация крайности. Во всем мире это где-то и отводится, особо, это, так сказать, другой район, отдаленный, а тут в самом центре. Понимаете? Или, скажем так, мне, может быть, со мной не согласятся, но почему обязательно, скажем, красный флаг, это обязательность ему тоталитаризма. Во-первых, это не октябрьская революция, придуманная, но пошла раньше. Но флаг, который пронесли, его друзили в Берлине, и как бы там ни копали, там, не выпускали книги, ледоков и так далее, все равно это была отбросив причины народной войны. Народ же все-таки проливал в ней кровь. И народ выгружал этот флаг, это знамя, так сказать, на Рейхстаге. Вы понимаете, это был праздник народа. Я помню, в этот день, еще в милиции, как того все ждали, город не спал. Какое это было единение? Всех! Город не спал, целый город не спал, ждал, что утром что-то, так сказать, будет объявлено. И этот флаг нельзя придавать, а нафига. Я за трехцветный флаг в картине, которую вот вы сейчас из-за того, что вы уезжаете, не досмотрели. Мы в Ярославле, я снимал этот эпизод в Ярославле, эпизод ухода на войну 2014 года пехотного полка, и мы вмешали в городе, трехцветные флаги, и там многие говорят, что это вы тут понавесили, и мы этот флаг повесили раньше, чем он взялся над Белым домом. И мне эта тема очень дорога, потому что я по линии матери из потомственных военных, мой дед был генералом, в отставке, правда, еще был полковником, но вышел в отставку генералом царской армии. И дом, и арбом есть, где мои дяди учились в кадетском корпусе. Мне это дорого, эти традиции. Но, я повторяю, тогда мы выкинули, это сейчас, а может быть, стоило бы, чтобы эти два флага каким-то образом соединились? Ну как, я не знаю, ведь вы поймите, когда французская революция, якобинский террор, все это было закончено, ведь Марсельеза, которая, так сказать, пришла, как гимн революции, трехцветный флаг, ликвидировали, возникла в итоге другая формация, через наполеоновскую, так сказать, эпопею, через попытки восстановления монархии раз, другое, в итоге республика, не якобинский, так сказать, максималистский режим, так сказать, и не кровавый, а эти атрибуты остались как национальные символы Франции. Так что здесь и французы оказались мудрее, они не вернули, лилии королевские, понимаете, так сказать, так что тут надо знать, что возвращать, что не возвращать, потому что когда я вижу герб с Российской Республики, так сказать, другого орева, ну хорошо, но там же короны, три штуки аж, понимаете, одна посредине длины голова, эскипетра, держава, это же все знаки монархии.